Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 38. Это, как и другие лекции, записываются в Сретенской духовной семинарии и публикуются на сайте Сретенского монастыря, а также на портале экзегет.ру. Почему? Главная проблема, которая поднимается в 38-м Псалме, это забота Бога о своем хрупком и недолговечном человеке. И вот как Бог заботится, почему Он выступает как достаточно строгий педагог, об этом пойдет речь в данном Псалме. Бог по данному Псалму, Он словно не говорит ничего лишнего, не предлагает обширных проповедей, каких-то морализаторских текстов, но без лишних слов Он за провинности словно бьет по рукам. А в какой-то момент автор Псалма начинает даже возмущаться словами праведного Иова. «Отступи от меня, и поднимай суета». Что такое человек, что ты столько ценишь его и посещаешь его? Подобные вопросы не являются дерзостью на устах древних авторов. Напротив, псалмопевец внимательно следит за своими поступками, «Чтобы не согрешить», и возлагает на Бога надежду. Надписание начальнику хора встречается в этом Псалме, как и в 55 других псалмах. Также такое надписание встречается в Фармете, из книги Пророка Абвакума, который также можем назвать в какой-то мере поэтическим псалмом. Корень данного слова, начальнику, может означать в оригинале внимательно осматривать, начальствовать, приглядывать, превосходить. И очень часто упоминается в контексте описания строительных работ при Иерусалимском храме. Такими наблюдениями за строительными работами в Доме Господнем занимались надзиратели при Соломоне, левиты при Ездре. Некоторые из левитов-надзирателей умели играть на музыкальных инструментах. Начальствование левитов-музыкантов могло заключаться в том числе, что они делали начало, то есть были первыми в исполнении музыкальных композиций. Не исключено, тут мы сделаем некоторое допущение, что игрой на музыкальных инструментах во время проведения строительных работ при храме левиты задавали определенного рода ритм, который дисциплинировал рабочих. И, следовательно, вот самой музыкой при храме они тем самым начальствовали, задавали ритм, тон, дисциплину, руководили самими строительными работами. Традиционный перевод «начальнику хора» он условный и очень обсуждаемый. Есть мнение, что надписание по септуагенте «в конец» говорит о том, что в древности еврейское выражение «начальнику хора» могло прочитываться несколько иначе и означать «в конец», «навсегда». В таком случае оно должно было завершать предыдущий псалом и иметь ту же роль, что и завершающие слова, которые мы встречаем в других псалмах «Аминь, Аллилуйя». «Идифум» — это имя собственное. По книгам «Летописи» или по-русски «Паралипоменон» «Идифум» вместе с Асафом и Еманом были поставлены Давидом руководить певцами и музыкантами при храме. Интересно, что в одном из мест он даже называется «царским прозорливцем». Рассмотрим более детально отдельные стихи псалма. Стихи 2-й, 4-й. «Обеспокоенные краткостью жизни, попытками нечестивых поймать на слове, псалмопевец предпочитает сохранять молчание. Тишина даже о добром — это хороший способ избежать словесного греха». Обратите внимание на третью главу послания Иакова. Но когда его чувства закипают, бушуют мысли, он уже не может сдержать молчание, и потому начинает говорить. В своих рассуждениях вслух он начинает выступать в роли ученика и просителя. Это видно из 5-го и 8-го стихов данного псалма. 5-й, 7-й стихи. Выражение «совершенная суета всяк человек». Напрасно суетится человек. Суетен всякий человек. Роднят данную элегию с книгой Экклезиаста. Жизнь человека проходит в делах и испаряется как пар. Даже постоянное стремление к богатству в конечном счете бесполезно. 8-й, 12-й стихи. Во многих отношениях данный псалом схож с псалмом 37-м. И здесь, и там повторяется фраза «я нем», «я немой», «анемел». Выражение «надежда моя» близко фразе «упование моя». Твои удары имеют тот же смысл, что мои язвы. Однако, если по 37-му псалму причиной усугубления горечи была жестокость друзей и врагов, то здесь, как считают некоторые исследователи, автор псалма стонет от сокрушительной строгости бога. Единственный наблюдатель за всеми происходящими событиями – это буквально дурак по 8-му псалму. А он тот тип дурака, который любит хулить. Как бы ни кичился собой человек, он уязвимый и недолговечный. На фоне этого удары Господа кажутся излишне строгими и даже в некотором смысле деспотичными. О наказаниях и обличениях от Господа задумывались праведный Иов и автор послания к евреям. Сторгость наказания Бога объясняется в то же время по автору послания к евреям его отеческим попечением о людях. «Ибо кого любит Господь, того наказывает. Бьет же всякого сына, подчеркнул слово сына, которого принимает». Итак, Бог выступает как отец. Он бьет не потому, что он ненавидит, а потому, что он дисциплинирует своих детей. Сокровища по 12-му стиху. Сокровища человека подобны моли. Моли. Они ветшают, распадаются, как одежда, изъединенная молью. Отсюда понятно призвание Иисуса Христа. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет». И побуждение апостола Петра стремится к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. 13-й и 14-й стихи. «В отличие от апостола Павла, который сынами Божьими называл тех детей обетования, которые стали сонаследниками Христу, автор данного псалма причисляет себя не к детям Божьим, а к потомкам Авраама, который также себя называл странником и пришельцем в земле Ханаанской. Странник, госп, приходящий из чужой страны, и пришелец, временный житель, подчинялись условиям временного пребывания в государстве Израиля. К ним относились с почтением, но они не имели права владеть землей, а следовательно, они не могли укорениться в земле обетованной. Эту безродность, неполноту гражданских прав автор псалма переносит на свое собственное состояние. Земля — это собственность Господа, а его народ — пришельцы и переселенцы. Удел в этой жизни — это то, чего добиваются люди мира сего. В какой-то момент автор псалма уже видит смерть перед собой и потому просит дать ему отстрочку «отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться». Это выражение точнее можно было бы перевести «отвернись от меня, чтобы я мог ободриться». Пока Бог стоит рядом, невозможно не только поесть, но и даже проглотить слюну. Отворачивание Господом своего взгляда равно отворачиванию его сердитого лица. Дисциплинирует даже взгляд Бога. Он заставляет человека внимательно следить за своими поступками. Напротив, когда Бог отворачивается, исчезает тень бедствия и облако забот. И тогда можно немножко ободриться или по-другому немножко расслабиться. Когда Петр увидел, как Иисус чудесным образом наполнил его сети рыбы, тогда произнес слова, близкие по смыслу данного псалма. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». После изгнания легиона свиней из Годоринского бесноватого местные жители также просили Иисуса, чтобы он отошел от пределов их. Эта перекличка идей между текстами Ветхого и Нового Завета может говорить об общем библейском представлении, что присутствие Бога рядом – это присутствие Божьего суда, это совершение суда. Страшно место, где Он пребывает. Страшно быть на том месте, где Бог особым образом присутствует. Страшно вкушать Его святые тайны, которые могут быть для людей, лукавых, нечистым сердцем, в суд и в осуждение. Страшного наказания, страшного имя среди народов. Следовательно, пока Он не смотрит и не приближается, есть еще возможность пожить в свое удовольствие, порадоваться жизни, ее земному счастью. Такая целиком ветхозаветная идея присуща многим салмам. Но она в какой-то мере далека от мысли послания к евреям, по которому мы не ищем здесь постоянного града, но ищем будущего, нового Иерусалима по откровению Иоанна, нисходящего с неба от Бога. И так, конечно, хотя мы говорим, что с точки зрения Евангелия, Господь – это такой любящий батюшка, который все грехи готов на исповеди простить. Наоборот, сейчас люди, которые приходят на исповедь, возмущаются, как это священник посмел наложить на меня епитьмью. Сейчас я накатаю на него бумагу в Патрияхии, чтобы ему показали, где раки зимуют. Сейчас страшно священнику впасть в руки своих прихожан, которые будут возмущаться. Батюшка, я, конечно, хоть и прелюбодей, и сейчас живу с пятой женою, и та, с которой я живу, она не жена вовсе, но поскольку я с 12 часов ночи ничего не ел, то ты будь добр, и попробуй только не будь добрый, допусти меня ко причастию. Порой такой исповеди у священника открывается рот, вот он слеза наворачивается на глаза. А с какой дерзостью человек не просто просит, но как бы уверен в том, что сейчас вот его допустят ко причастию. Но мы ведь внимательно относимся к словам диакона, который, предваряя чашу, говорит со страхом Божиим и верою приступите. Вот. И мы говорим, да не в суд или в осуждение. По первому посланию к Коринфянам, потому многие христиане болеют, а некоторые даже, Павел говорит, умирают, что вкушают тело и кровь Господне недостойны. Современные люди, входя в храм, порой воспринимают его не как дом Божий, в котором особым образом Христос и сам Отец присутствуют, но как собрание шедевров православного искусства. Иконочки какие-то на меня там зрят, росписи какие-то, чудные светильнички современные в некоторых воскресенских и новомученических храмах установлены. Тут можно пощелкаться, сделать селфи себя на фоне икон. Притом я крупным планом, а там где-то иконочки, Святой Христос там зияет, как бы составляет мне фон. Конечно, мы не запрещаем современным нашим захожанам, чтобы они чувствовали себя свободно в храме, потому что на этот счет очень много есть присказок, историй о том, как какие-то злобные бабки изгнали накрашенную, как индианку, захожанок из храма. Потому что бедные бабушки, которые в приходах отмывают от губных помад иконы, уже употребляют все возможные химические термоядерные средства и не могут отмыть эту целебную помаду. Поэтому, конечно, у них щемит сердце, когда они видят, что какая-то дама сейчас и мощи начнет целовать. Но если стекло от крышки мощи еще можно оттереть, а то те мощи, которые, бывает, остаются открытыми, их уже никаким одеколоном не ототрешь. Вот. И понятно, что мощи-то благоухают, а вот губная помада с ее носительницей далеко не всегда благоухают, как святые благовония. Вот. Итак, храм для ветхозаветных людей — это святыня. И поэтому в храм нужно идти с предельной чистотой. Страшно переступить храм, потому что Бог там пребывает. Место Божие — это место попаляющее. Помните, что услышал Моисей при неопалимой купине «Сними сандалии!» Сними сандалии, потому что место святое, на котором ты стоишь. Место святое. И, кстати, вот я вам говорил в прошлый раз, и буду постоянно повторять, что самое лучшее, что есть в исламе, взятое из христианства. Вполне возможно, что в древних храмах, как в современных христианских церквях Египта, христиане действительно снимали обувь, когда сходили в храм. Действительно снимали обувь. Икона Моисея, снимающего сандалии, очень почитаемая в монастыре святой Екатерины Синаи, и в древней иконографии до иконоборческого периода, это распространенная икона. Следовательно, была какое-то время такая традиция снимать обувь при входе в храм. Кстати, еще одна перекличка с исламом в отношении того, что Бог смотрит при свете солнца. Действительно, тьма и по Евангелию ассоциируется с временем сатаны. То есть, как те самые хищные звери, которые ищут кого бы проглотить во тьме кромешной, используют темноту и мрак в дне солнца, когда человек дезориентирован, используют сон, когда человек не может сориентироваться в своих мыслях и не контролирует себя, нападают на него бесы. Вот, в качестве антитезы свет — это время и способ пребывания под Божьим покровом, когда Бог зрит, и человек зрит, и в присутствии Божьем пребывает. Вот. Отсюда по данному псалму такая очень парадоксальная мысль, что получается, что Божье присутствие настолько строгое, что тяжело его вынести. И поэтому человек желает словно спрятаться от Бога куда-то в темный уголочек. Просит Бога, ну ты там отступи от меня. Обратите внимание на 14 стих данного псалма. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться. Кстати, во время исламского поста верующие не едят до захода солнца и впервые вкушают пищу, тогда, когда Бог словно уходит, когда он закрывает свои глаза, когда наступает темнота, тогда можно подкрепиться. В данном псалме, хотя не обсуждается идея богатства, но она все равно в какой-то мере идет в параллель с этой суетой, сует в том, что человек ищет чего-то и желает пожить на земле. Итак, данный псалм о земном счастье. Но вот какой парадокс данного псалма, что это земное счастье, которое приходит, ну, когда человек богат и сыт, богат и сыт, оно переживается человека в полноте, когда Бог вдалеке. Вот когда Бог не испытывает мою совесть, тогда я могу себе немножко позволить хорошо поесть, 14 стих, вот, и где-то сейчас еще есть другой стих, так-так-так, когда человек может немножко отдохнуть, когда Господь от него отдаляется. Ну, может быть, сейчас в следующем псалме мы встретим эту же идею. Да, в следующем псалме будет соответствующая идея, что когда Бог немножко отступает в сторону, тогда я испытываю это облегчение. Облегчение совести, которое позволяет мне дать себе попущение в отношении богатства, а через богатство, земной достаток, насладиться, ну, земными благами. Вот. Ну, с точки зрения христианской, это не очень верная траектория, потому что можно этим легко соблазниться, можно о богатстве спотыкнуться, вместо того, чтобы использовать его отчетро своих во благо других людей, его сделать богом и поклоняться этой мамоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok